Здравствуйте, коллеги, с вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим тот колоссальный рост на фондовых индексах, который мы видим последние несколько торговых день, падение американского доллара, как проходит сезон отчетности в США и когда начнут раздавать деньги. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится этот выпуск, то не забудьте поставить лайк, а ваш вопрос оставляйте в комментариях. Итак, на минувших выходных прошел саммит в Брюсселе, мы об этом говорили тоже в понедельник и приняли решение выдать безвозмездный денег странам, которые, соответственно, пострадали от коронавируса. Сначала говорили о 500 миллиардах евро, было первое решение, но пришли к чуть меньшему значению, в размере 390. Против этого были ряд стран, но, собственно, об этом договорились и это будет безвозмездная помощь для данных стран. Ранее также некоторые страны говорили о том, что нужно делать это в виде кредитов, чтобы страны задумывались о том, чтобы эти деньги возвращать. Соответственно, будет ли этого достаточно или нет, мы, конечно, узнаем дальше, но в любом случае позитив свободных денег, бесплатных денег, мы так это назовем, они всегда влияют позитивно на фондовые индексы. Ну и, собственно, мы видели рост индекса DAX в последние несколько торговых сессий, но сегодня мы видим небольшую коррекцию, но обсудим об этом чуть позже. Также в США стало известно то, что готовится второй пакет стимулирующих мер на сумму 1,3 триллиона долларов, это будет также раздача в виде свободных денег малоимущим семьям, послабление в налогах, выплаты для школы, ну и так далее. То есть, в принципе, то, что делали уже на сумму 3 триллиона, начиная до этого. Фактически, вот эти все вещи, они являются драйверами как раз фондового рынка, потому что рынок растет только на этом, ни на хороших отчетах, ни на позитиве, потому что коронавирус все равно продолжается, уже подошли к отметке в 15 миллионов по всему миру. И только вот как раз вот эти стимуляции, они позволяют фондовому рынку расти, что приводит нас в зону довольно-таки сильной перекупленности на текущий момент, и вполне вероятно, что в ближайшее время мы можем ожидать коррекцию. Давайте посмотрим на один график, мы уже в одном из наших выпусков к нему обращались, это фактически корреляция долга, ну точнее баланса США и индекса S&P 500. Соответственно, здесь, когда было снижение, начали раздавать деньги, и как только у нас вот эта линия синяя, которая говорит о балансе, как раз, ну то есть о тех деньгах, которые выданы, обгоняют, начинает расти, у нас начинают восстановиться индексы S&P 500. И вот как раз последний рост, который замедлился, он замедлился как раз на фоне того, что денег стали давать меньше. Ну а новые данные, которые сейчас поступили, они как раз могут эту ситуацию подогреть. Но еще нужно время, чтобы это утвердили, чтобы приняли в Конгрессе эти денежные выплаты, на это потребуется время. Сейчас лето, да, у работы Конгресса есть также перерывы, поэтому здесь крайний срок, в принципе, до которого должны договориться, это август, потому что потом в конце августа начинается перерыв как раз, и к этому могут вернуться в сентябре. Но здесь очень большой вопрос, что, скорее всего, если рынок будет себя чувствовать не очень хорошо, то договорятся довольно-таки быстро, и новый как раз здравие роста может нас потолкнуть уже к локальным максимумам, которые мы видим, например, в начале этого года. Ну, кстати, более подробно эту ситуацию и все остальные моменты мы обсудили на подкасте, который у нас выходит каждый вторник, подкаст «Два трейдера», ссылочку тоже оставлю в описании к этому видео. Ну, а теперь, соответственно, сейчас продолжается сезон отчетов, то есть, по сути, рынку, ну, действительно, вот как на только ожиданиях вот этих денег, расти-то больше нечем, потому что выходят отчеты, выходят они негативные, и сейчас уже по последним данным, те компании, которые отчитались из индекса S&P 500, отчитываются примерно на таком же плохом уровне, как в 2009 году. То есть, фактически, худший квартал за последние 11 лет. И, опять же, это не добавляет позитива. То есть, ну, все мы понимаем, что, скорее всего, компании отчитаются, да, будут не самые хорошие данные, но в дальнейшем будут ждать восстановления. Вот, кстати, приведу тоже очень интересный пример из компании, которую я для себя покупал, Wall Green Boots Alliance. Как раз один из ключевых показателей, который я для себя отслеживаю, это PE, то есть, PE Ratio, то есть, за сколько лет компания окупается. На тот момент, когда я ее покупал, этот уровень составлял 10, сейчас он 49,52, ну, потому что в основе него как раз лежит доходность. То есть, доходность на акцию упала, и, соответственно, срок окупаемости компании тоже упал. Но Forward PE, то есть, будущий ожидается 7,60. То есть, в принципе, это выглядит очень недооцененно, и, ну, вот какой-то сильной реакции, опять же, на рынок мы не увидели. То есть, сильно компания не просела, но вот такая иррациональность на текущем уровне на рынке, она присутствует. Потому что сейчас все компании отчитаются, и, собственно, дальше уже будет понятно, кто как пережил коронавирус. Кстати, это видео вы можете посмотреть на канале Profit Factor, где я также рассказываю о покупке акций. Последняя акция, которую я покупал, была Caterpillar. Сейчас также ищу для себя новую компанию, которую буду покупать в июле, и об этом тоже расскажу на канале. Ну, и про Walgreens Boots Alliance тоже можете послушать, уже более подробную информацию. Ссылочку на канал тоже оставлю в описании. Ну, а теперь, то есть, в принципе, здесь важно сейчас следить за текущей ситуацией с точки зрения именно того, как рынок воспринимает текущий момент. Но давайте вернемся к рынку. То есть, здесь ситуация тоже крайне интересная, на мой взгляд. Мы видим локальные максимумы, то есть, локальные минимумы по американскому доллару, локальные максимумы по фондовым индексам. И ситуация выглядит довольно-таки интересно. То есть, сейчас вот евро, например, да, начнем, как всегда, с этой валюты. Ну, лично я для себя сейчас рассматриваю вероятность коррекции. То есть, мы забрались достаточно высоко, мы находимся в зоне перекупленности. Если добавить дополнительный индикатор, например, на МСД, то мы увидим дивергенцию. И сейчас все-таки вероятность коррекции, она есть. Возможно, она будет там не какой-то сильно глубокой, да, опять же, когда вот нужна какая-то передышка перед тем, как, по крайней мере, в США утвердят вот данный пакет стимулирующих мер или не утвердят. Если не утвердят, то, скорее всего, рынки среагируют, ну, крайне негативно. Это год-год выборов, поэтому вряд ли мы такого можем ожидать. Но вот эта передышка, она, на мой взгляд, уже здесь назрела. То есть, здесь я для себя рассматриваю коррекцию. Коррекция в области 1.1346, 1.13 ровно. То есть, вот с этих, с текущих уровней я попробую продавать контртрендово с минимальным риском. То есть, риск я возьму здесь полупроцент. То есть, здесь вот ситуация выглядит тоже довольно-таки интересной. Ну, и вот последний такой же момент, который был, вот это был в начале июня. Тоже здесь была коррекция на порядка полтора процента. Вполне вероятно, то же самое здесь мы можем увидеть. Поэтому по евро сейчас пока не покупаю, потому что покупать по самой максимальной цене всегда самое рискованное занятие. Ну, а с точки зрения часового таймфрейма уже буду ждать, когда появятся признаки разворота. Пока их нет, да, на текущий момент. То есть, были попытки у нас в конце прошлой недели. Но как раз вот позитивные данные из Брюсселя, они, ну, подтолкнули евро и фондовые индексы наверх. Поэтому сейчас уже рынок должен отыграть, да, вот эту новость, это событие. И дальше уже двигаться по тому сценарию, который наиболее вероятен. По британской валюте, да, здесь у нас тоже сохранятся восходящие движения. Не так сильно перекуплен, как евро. Поэтому здесь, наверное, продажи выглядят чуть более рискованно. Поэтому здесь я, наверное, больше буду смотреть. Да, скорее всего здесь будет коррекция. Но лучше буду искать уже непосредственно покупки по тренду по завершению данной коррекции. Входить на продажу здесь я не планирую. Так, тоже самое ситуация по паре американский доллар, канадский доллар. Возможно, небольшим объемом здесь я и попробую войти. Но вот сейчас, опять же, мы опустились в область поддержки. Не дошли до минимума прошлого месяца. То есть там был минимум 1.33. А сейчас мы пока остановились на 1.34.50. То есть вполне вероятно, что можем еще чуть ниже сходить. Но, скорее всего, рынок будет двигаться более-менее синхронно за фондовыми индексами. Соответственно, сейчас здесь мы видим... Но, опять же, продавать уже поздно. Покупать еще пока рано. То есть здесь нужно будет, опять же, смотреть, как ситуация будет развиваться. Вполне вероятно, что в ближайшее время тоже здесь сигнал на покупки может появиться. А по паре американский доллар и японский. Вот ничего не буду делать по этой валютной паре. То есть здесь полный боковик, что называется. То есть мы торгуемся в крайне низком диапазоне. То есть и в Японии нулевые ставки, и в США нулевые ставки. То есть вот фактически мы перешли здесь, эти обе валюты друг к другу равновешут. Каких-то сильных дут тенденции после как раз понижения процентных ставок федеральной резервной системы здесь мы не видим. То есть ну да, движемся, но с точки зрения дневного таймфрейма абсолютно неинтересно это выглядит. То есть нет какого-то направленного движения. Поэтому здесь тоже пока беру паузу по этой валюте. А вот австралиец тоже выглядит довольно-таки интересно. Соответственно мы обновили локальный максимум. То есть мы подошли к максимальным значениям, которые мы видели в 2019 году. И собственно после как раз вот этого рывка также коррекция может у нас случиться. То есть мы находимся в зоне перекупленности. И также здесь я буду для себя ожидать как раз коррекцию. Соответственно сейчас мы видим, да, попытались сегодня обновить локальный максимум. Сейчас торгуемся ниже открытия. Но безусловно нужно дождаться как закроется торговый день. Вполне вероятно, что завтра, в четверг здесь уже появятся какие-то сигналы на вход. Не сегодня, абсолютно точно. А вот завтра они уже здесь могут появиться. То есть мы можем как раз здесь уже начать коррекционно нисходящее движение. По новозеландцу тоже мы выглядим перекупленно. Не дошли до локальных максимумов, которые мы видели в декабре 2019 года. Но тем не менее за последний год мы торгуемся на максимальных значениях. Поэтому здесь тоже ситуация довольно-таки перекупленная. И коррекцию там в районе 2-2,5% здесь тоже мы можем ожидать. Поэтому следим, смотрим, как закрывается день сегодня. И смотрим, как ведут себя покупатели и продавцы завтра. Если продавцы будут давить цену вниз, то есть если мы уйдем ниже минимальное значение сегодняшней торговой сессии, то уже с большей вероятностью мы можем говорить о начале коррекционного движения. А вот золото бьет новые рекорды, новый максимум. Сегодня вновь новый максимум 1866. То есть идем планомерно на уровень 1900. Ну и собственно вот локальный максимум, который был исторически 1918 долларов за тройскую лунницу. Вполне верно, что близко к нему мы можем подойти. Опять же коррекцию вблизи этого уровня вполне логично ожидать. Но торговать контртрендово золото, конечно же, здесь я не возьмусь. Потому что пока тренд восходящий, он довольно-таки сильный. И золото может уйти еще выше, опять же, на негативе, который может случиться с фондовым рынком. Опять же, если информацию, которая поступает, начнут интерпретировать по-другому. И все-таки инвесторы поймут, что определенные риски еще остаются. Ну и собственно смотрим индекс. Индекс DAX находится всего лишь в паре процентов от исторических максимумов. То есть сегодня мы видим, что уже торгуемся чуть менее активно. То есть если быть точным, то есть 3-9% максимум, которые были в начале этого года. То есть фактически рост составил уже за эти полгода 67%. Ну кто бы знал, что восстановление будет такое быстрое. Но если какие-то моменты здесь были реализованы, то это, я считаю, отлично. А здесь в целом пока движение тоже продолжается. Покупать уже становится все страшнее и страшнее. Поэтому пока здесь возможно какие-то коррекционные истории здесь будут формироваться. То я тоже попробую их торговать. Тем более, что вот вчерашний день закрылся довольно-таки, ну можно сказать, разворотно. То есть мы видели сначала неплохое открытие. То есть вышел локальный максимум, вышли практически сразу же. Дошли до уровня 13321. Затем закрылись примерно по ценам открытия. Ну и в том числе на дневную информацию посмотреть. То есть вот эта свеча, она выглядит довольно-таки разворотно. Если мы сегодня обновим локальный минимум, то я попробую здесь тоже заходить. Опять же, если будет цена комфортная для входа, с риском полпроцента, не больше. Здесь я для себя тоже попробую сделку открыть на начало как раз вот этой коррекции. СНП ведет, чувствует себя пока чуть лучше, но тем не менее картина здесь тоже похожа. То есть фактически рынки получили очень быстро ту информацию, которую отыгрывали. То есть да, и новые стимулирующие меры, деньги будут раздавать. Но компании отчитываются плохо. И собственно вот этот как раз позитив сейчас может быть отыгран в виде коррекции. Поэтому здесь тоже по СНП я для себя ожидаю начало нисходящего движения, то есть начало коррекции. Опять же, которая может быть довольно-таки непродолжительной, то есть там 5-10%. Но тем не менее, которая даст возможность хорошо сходить и потом по низам тоже неплохо закупиться. Поэтому здесь я буду следить, сможет ли цена закрепиться, войти, ну собственно вновь в область ниже отметки 3250. Если это произойдет сегодня, то также короткие позиции с риском полпроцента. Здесь я для себя попробую. Опять же, в зависимости от того, какая цена будет для входа и смогу ли я здесь соблюсти свои правила по рискам. Ну а нефть, здесь пока ничего особо не происходит. Нефть продолжает расти. То есть вчера был рост довольно-таки активный. Примерно 4% прибавили. Ну и собственно пока сейчас это движение продолжается. То есть здесь, если смотреть общую динамику, то есть пока здесь ничего не меняется. Мы видим, что тренд несколько истощается. Все труднее и труднее расти. Вероятно, это тоже связано с ростом и возобновлением добычи нефти. Но все, забираться нефти все сложнее и сложнее. Поэтому здесь тоже, конечно, может случиться коррекция. Но пока здесь ничего этого не предвещает. Ну вот такие новости на сегодня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Если есть какие-то вопросы, которые хотелось бы дополнительно разобрать, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а так мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как закрывается текущая торговая неделя. И поговорим о том, что на рынке произошло и что мы можем ожидать. Всем спасибо за внимание и до свидания.